Введение обонплаты за газ отложили минимум на месяц. Сегодня профильной нацкомиссии не удалось принять методику начисления этого платежа. Заседание закрыли досрочно из-за скандала. Что же произошло, знает Инна Томина. С самого утра под стенами НКРЕ КП многолюдно. Требовать остановить рост тарифов в Украине пришли несколько сотен активистов. Не есть никакой прозорной формулы. Тарифы должны быть правильными и социально ориентированы. Организаторы акции возмущены. По их подсчетам за год расценки на горячую воду и отопление повысились вдвое. Электроэнергия подорожала более чем наполовину, а водоснабжение более чем на треть. А тут еще и новости о введении обонплаты за подключение к газовым сетям. Пользуемся мы газом или там уехали куда-то с вами. В любом случае мы платим обонплату. Это якобы для того, чтобы содержать коммуникации. Однако, исходя из того, что в многой сельской местности и во многих будем говорить в частном секторе, мы с вами делаем проект, мы с вами будем говорить, проводим техническое обеспечение, ведем трубы и будем говорить, платим за это все средства. С точки зрения стороны профсоюзов, сегодня ущемляются права не только по потреблению, не только по этому тарифу, а ущемляются права просто граждан. Эти грабежницкие тарифы, тем больше черговая новация, что введение обонплаты, я просто абсолютно непрепустима. И если бы этот газ продавали, соответственно его цены, этих грабежницких тарифов бы не было. Черговых придумок уряду тоже бы не было. Высказать свое недовольство решили лично членам профильной комиссии. Те как раз собрались на очередное заседание. Сегодня на комиссии рассматривается, за результатами обговорения, схваления и публикация на один месяц на сайте комиссии, проекта, изменения к методике, на которой, возможно, будут рассчитываться тарифы, не больше. Но поговорить без эмоций сторонам не удалось. Прибедите, подберите, что это тариф. Девица, жодного предыдущения не имеют. А что значит, не имеют? Это правда. А что было до этого? Это выходит его в машину. Мы предлагаем, что сейчас было заслухано представника профсюмор. Из-за скандала глава комиссии досрочно закрыл заседание, после чего пытался утихомирить гостей. Жодного слова обонплата в этом документе нет. Жодного слова. Дальнейшая судьба обонплаты в газовом тарифе, по словам Вовка, будет решаться теперь не раньше осени. Инна Томин, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует.